Впервые мадам Баттерфляй на сцене латвийской национальной оперы прозвучала в мае 1925 года. 90 лет спустя было принято решение вернуть эту постановку, реконструировав ее. Мы восстановили декорации, те, которые были, и на этих декорациях в том стиле сделали спектакль. А что значит в том стиле? Какой стиль был тогда? Ну, это так... Теперь это называют... Как это называют? Ну, как-то... Это не модный спектакль теперь, да. Нет, нет. Теперь модно ходить в мундирах, с автоматами, с собаками по сценам, все переносить в другие эпохи. А это спектакль традиционный такой, в старом традиционном стиле. По мнению режиссера, оперное искусство вернется к своим истокам, к классическому пониманию оперы, когда главное будет следовать замыслам композиторов. Этот спектакль сделан, он сплетен как паутинка, потому что я могу сидеть вместе с вами в зале и сказать, вот сейчас она поднимет руку, сейчас она два шага сделает в сторону, сейчас это... То есть там все... Продумано. Но если она не сделала, то что будет... То я переживаю. То есть вы сегодня все удалось все? Ну, практически, да. Да, сегодня неплохой спектакль был. То есть будет о чем все равно поговорить. Да, да. И новые мизансцены появились, например. Ну вот, например, Сузуки упала на сцену. Да, да, да. Я так поняла, что это было явно не запланировано. Это, кстати, очень хорошо. Ну, я сказал ей, я говорю, давай сохраним эту мизансцены. Она говорит, я боюсь падать. Мадам Баттерфляй повествует о любви гейши к американскому офицеру, который обманул наивную японскую девушку, доведя ее до самоубийства. С чрезвычайно сложной, требующей безукоризненной вокальной школой партией главной героини великолепно справилась Наталья Креслине. Партия, которая требует и драматической отдачи, очень большой эмоциональной, и голос. Она забирает голос тоже много, потому что здесь как бы все представлены, все сложности, какие могут быть для певицы, это все тоже здесь есть. Опера – это синтез музыки, голоса, оркестра и обязательно актерская игра. Это музыкальный театр, музыкальная драма. Получилось многое. И, может быть, благодаря вашему залу, потому что зал такой уютный, и как-то публика близко, и ты видишь даже в какие-то моменты заинтересованные лица, и как-то глаза сосредоточены, и получается такой вот обмен, который не всегда даже можем чувствовать, но вот здесь это было. Как всегда, мастерски руководил оркестром Норманс Вайцес, для которого опера «Мадам Баттерфлей» – одна из самых любимых. Поражает всегда его музыкальная речь, музыкальная фактура, фактура гармонии. Я это буду сравнивать, я могу даже с таким очень высококачественным китайским «Шелком». Там тоже все есть. Он сияет, меняет тон и блестит, и такая вечная загадка для глаза и для вкуса. Гастроли любого театра всегда сопряжены с определенными неудобствами. Неидентичность сцены, различная акустика. У каждого зала отличается, конечно, да. Не скажем, что у нас в оперном театре Риги самая хорошая акустика. Ну, нет, так нет. Чуть-чуть там попытались испортить после реставрации. Когда-то была, да. Но, несмотря на что, сначала какой-то, сперва был такой маленький шок для музыкантов, да. А потом мы привыкли как-то. Мы очень как-то, вот, нам Бог дал побольше слышать то, что не надо, наверное, да. И мы очень быстро привыкаем к этой ситуации, и уже все ясно. Ага. Через пару минут там все ясно, что надо делать, как надо играть. Трудность этой постановки для режиссера заключается в том, что каждый раз приходится работать с новыми солистами. Постоянно. Вот полгода назад у нас была японка на спектакле, потом у нас и Кристинова Палайс пела, и Несса Галланта пела. И, ну, практически через спектакль новый исполнитель. Новая Чоча Сан, или новый Шарплос, или новый Пинкертон. И поэтому каждый раз по-новому. Я считаю, что идеальный спектакль – это когда, когда вот обстоятельства сходятся, когда все хорошо чувствуют, никто не болеет. Все прекрасно себя чувствуют, все повторили то, что было. Хорошая режиссерская работа, хорошая сценография, да, много репетиций с оркестром, много общих репетиций, да. И тогда получается какой-то идеал. Но таких идеалов очень редко получается, потому что слишком много людей участвует, задействует, да. Но все равно я всегда надеюсь, я всегда надеюсь, и всегда мы стараемся, чтобы было идеально. В последнее время оперное искусство набирает особую популярность, о чем свидетельствовал и заполненный зал Венсполского театрального дома Юра Сварты. Востребована опера сейчас во всем мире. Я работала много в Латинской Америке. Там это очень такой, ну, с одной стороны, элитарный, но движется в сторону демократизации постоянно. И поэтому это сейчас просто такой вот тренд опера, оперный солист и все, что вокруг этого какая-то организуется в жизни. В опере используется все, и звук, и видео, и свет, и самые вообще какие-то ноу-хау. Поэтому это действительно очень престижно, даже модно. Когда «Мадам Беттерфляй» была поставлена впервые в Ласкало, она потерпела провал. Но после того, как Пучини внес некоторые изменения, оперу ожидал грандиозный успех. Венсполская публика, стоя и бурными аплодисментами, приветствовала артистов, вызывая их на поклон. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзымское телевидение.